Токаев Говорили о создании адаптационных центров для мигрантов. Делается это якобы для социализации приезжих в общество. Но есть и более радикальные идеи, к примеру, не пускать детей мигрантов в российские школы, пока те не выучат русский язык. К счастью нашему, имеем еще такую миграцию, с которой у нас нет серьезных противоречий. Офис Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовал отчет о ситуации в Синьцзяне. Действия Китая в отношении уйгуров, казахов и других этнических групп охарактеризованы как возможные преступления против человечности. Тем временем Китай проводит экспансию в Центральной Азии. Расскажем о растущем влиянии Пекина на местные СМИ. Китаю, по крайней мере, важно в тех болезненных вопросах построить более позитивное или даже нейтральное восприятие. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкерской студии. Я Шавка Тругаев. Здравствуйте. Итак, объявленные накануне Токаевым изменения, касающиеся количества и сроков пребывания на посту президента, вызывают все больше вопросов. Дело в том, что для утверждения предложенных норм потребуется в очередной раз вносить изменения в Конституцию страны. В частности, речь идет о двух статьях, согласно которым президент республики избирается на пять лет не больше двух раз. Если эта норма не будет изменена до проведения выборов, то Токаев, если победит на ближайших выборах, сможет пойти лишь на пятилетний срок. Правда, потенциально сможет принять участие в следующей избирательной кампании 27-го года, уже на семь лет. Если же в Конституцию максимально быстро успеет нести поправки, то ближайшие плебисцы станут для действующего главы государства последним. По словам заместителя министра юстиции страны Алмы Мукановой, этот юридический казус еще только предстоит разрешить. Смоделируем такую ситуацию, что соответствующий законопроект будет внесен в сентябре, а принят в октябре, а выборы будут назначены на ноябрь, то и при этом в самом законе будет, носящем изменения в Конституции, о том, что он вступает в силу со дня подписания, то когда будет избрание нового президента, он будет уже руководствоваться новыми статьями Конституции. То есть это семь лет и один раз. Составлением списка осужденных за участие в январских событиях в Казахстане будет заниматься Генеральная прокуратура. Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента, замглавы надзорного ведомства Осетчин Далиев сообщил, что точное количество тех, кого предстоит освободить по амнистии, пока неизвестно. В общей сложности по январским событиям возбудили около 5000 уголовных дел, по ним проходят более 1000 человек. По данным Генпрокуратуры, 983 человека уже осуждены, более 100 из них получили реальные сроки, остальные приговорены к ограничению свободы, либо получили условные наказания. Также замгенпрокурора заверил, еще на стадии следствия уполномоченные органы проявили акты гуманизма, и делалось это якобы по поручению главы государства. Я напомню, в ходе вчерашнего послания народу, странный президент Казахстана Касым Жомар Токаев объявил амнистию участникам январских событий, которые не причастны к организации беспорядков, не обвиняются в государственной измене и попытке насильственной смены власти. О своем участии в досрочных выборах президента Казахстана действующий глава государства официально еще не объявлял, однако казахстанцы не сомневаются, Касым Жомар Токаев вновь выдвинет свою кандидатуру. Кто может составить конкуренцию человеку, в руках которого сосредоточен весь административный ресурс, расскажет Даурин Хайргельц. Объявленные досрочные президентские выборы взбудоражили казахстанскую общественность. Причем настолько, что на авансцене появились люди, о которых электорат уже и позабыл. Если завтра в качестве кандидата будет зарегистрирован еще один оппонент власти, я поддержу. Если не зарегистрируют, я готов выдвинуть свою кандидатуру на пост президента и пройти регистрацию, так как юридически я идеально для этого подхожу. В 2019 году Амиржан Косанов был единственным конкурентом на тот момент еще кандидата на пост главы государства Токаева. Выдвиженец от национал-патриотической организации «Олтахдары», как показывали тогда опросы, пользовался большой популярностью у электората. Однако еще до объявления официальных результатов голосования Косанов признал поражение. Тогда же политика обвинили в двойной игре и даже назвали подставным кандидатом. Допускаю, что он просто хочет освежить в памяти тех людей, которые с ним договаривались, что, возможно, с ним не до конца выполнили принятые обязательства перед ним. Мы помним разговоры о создании партии и так далее, в участии в политических процессах. И также некие финансовые договоренности. Оппозиция предлагает объединить усилия в общей борьбе за кресло президента. Вот в этом вопросе, то есть в установлении честных правил игры, честных выборов, я думаю, что мы все должны выступить единым фронтом. А там уже пусть решает народ, кто из нас сильнейший, скажем так. Конкуренцию Тукаеву мог составить Жан-Булат Мамай. Но в феврале 2022 года лидера незарегистрированной демократической партии Казахстана арестовали по делу об оскорблении представителя власти и распространении ложной информации. Еще в апреле в письме, адресованном супруге Инги Имамбай, политик предсказал, Тукаев объявит о проведении досрочных президентских выборов. Одна из причин, что Жан-Булат сейчас в тюрьме, это изоляция Жан-Булата на время выборов Тукаева. Это, по большому счету, показывает боязнь власти, системы. Система власти Назарбаева остается боязней перед протестами. Точной даты проведения президентских выборов нет. Известно лишь, что голосование пройдет уже этой осенью. И у готовых побороться за президентское кресло на подготовку остается меньше трех месяцев. У нас так выстроено законодательство, еще пытность Назарбаева, именно выборное законодательство, которое многих серьезных соперников для режима в силу этих законодательных ограничений, еще раз повторюсь, противоречащих конституции, не будет допущено, соответственно, к выборам. Речь о пятилетнем стаже работы на государственной службе и пребывании на территории Казахстана в течение последних 15 лет. К слову, в 2019 году этот пункт нынешнему президенту простили. До 2013-го Тукаев жил и работал в Швейцарии, будучи замглавой Генсека Организации Объединенных Наций. Рассчитывать на послабление для других кандидатов пока не приходится. Если вы смотрите нас в YouTube, ставьте лайки, подписывайтесь на наш новый канал «Настоящее время Азия». Так вы поможете нам распространить это видео, чтобы его смогли увидеть гораздо больше зрителей. Продолжаем. Президент России одобрил идею создания в регионах странно-адаптационных центров для мигрантов. С этим предложением на днях выступил глава Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов. По его словам, будущие центры необходимы для социализации мигрантов в российское общество. Баринов полагает, что в России нельзя допускать социальной изоляции иностранцев и возникновения национальных анклавов. Он также посетовал, что миграционные процессы иногда формируют и фактически меняют этнокультурный ландшафт на отдельных территориях России. В связи с этим чиновник заявил о необходимости усилить работу над социализацией мигрантов с привлечением общественных и религиозных организаций. Возникают риски формирования анклавов. Растет этническая преступность. Некоторые направления рынка труда испытывают очень серьезное давление. При этом, естественно, идет обратная реакция. Часто она негативная от принимающего сообщества. Очень важно усилить работу по социокультурной адаптации мигрантов. По практике, как правило, один из наиболее эффективных механизмов – это все-таки создание адаптационных центров. А у нас сейчас этой инфраструктуры нет. А вот другой российский общественный деятель, глава Совета по праву человека при президенте России, считает, что не владеющих русским языком детей трудовых мигрантов нельзя зачислять в российские школы. Валерий Фадеев полагает, что дети мигрантов срывают программу обучения своим одноклассникам российским школьникам. Фадеев призвал в обязательном порядке отправлять детей мигрантов на годовые подготовительные курсы по русскому в будущие адаптационные центры. С родителями или без – непонятно. Зачем нужны адаптационные центры для мигрантов в России? Об этом я поговорил с главой комитета гражданского содействия Светланой Ганнушкиной. Не очень понятно, что это такое и для кого конкретно. Что касается трудовых мигрантов, то, как правило, они говорят по-русски или они выбирают профессии, которые не нуждаются в усиленном знании русского языка. И мне кажется, что никаких дополнительных курсов или тем более центров им не нужно. Им нужно заработать деньги и отправить деньги домой. Авторы идеи создания и практики уже говорят, что эти адаптационные центры в первую очередь нужны для социализации приезжих. Не считаете ли вы, что для интеграции мигрантов в российское общество надо начать именно с информационной политики российских СМИ, которые и формируют вот этот некий негативный образ мигрантов и воспроизводят отрицательные стереотипы о них? Для социализации не нужны никакие резервации. Для того, чтобы люди включились в общество, нужно, чтобы, прежде всего, общество было к этому готово. Вот с обществом и надо работать. А на самом деле, когда есть доброжелательное отношение среды, люди адаптируются очень быстро. Тем более, что у них есть определенные цели, очень четкие и понятные, и они хотят следовать этим целям. И общество, которое готово их принять, довольно легко, если это делается доброжелательно, может, так сказать, в процессе общения объяснить, какие у нас есть отличия культурные и как они преодолеваются. У нас трудовые мигранты, например, это прежде всего бывшие советские граждане или их потомки. И между нами культурные разницы очень небольшие. Различия гораздо меньше, чем сходство. Поэтому, собственно, мы привыкли жить вместе и умеем жить вместе, если мы этого хотим. Если же мы настраиваемся отрицательно, в чем очень большую роль, к сожалению, играют средства массовой информации, ну, тогда другой вопрос. А как вы думаете, все-таки, почему общество, может быть, оно не готово воспринимать, принимать мигрантов в свою среду? И власти в этом не заинтересованы, чтобы граждане России были благодушно настроены к трудовым мигрантам? Общество, на самом деле, вполне готово и умеет это делать. Тут нет непреодолимых противоречий. Другое дело, что власть заинтересована в том, чтобы канализировать недовольство в направлении какого-то объекта. В этом отношении мигранты везде и всегда очень подходящий объект, против которого очень можно легко настроить людей. И люди будут считать, что неприятности у них из-за мигрантов не по собственной вине и не по вине власти. Пока мы, к счастью нашему, имеем еще такую миграцию, с которой у нас нет серьезных противоречий. Ни культурных, ни языковых даже. Поэтому ее надо ценить за миграцию. Сейчас во всем мире идет конкуренция. Недавно глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правом человека Валерий Фадеев заявил, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в российские школы. Вообще, насколько подобного рода предложения соответствуют миграционной политике России? Миграционной политике России соответствует все, потому что ее не существует, к сожалению. Это ее основной недостаток. Она нервная, иногда истеричная. Часто принимаются противоречащие друг другу решения, приказы издаются, которые противоречат законам. И, короче говоря, я бы вообще не стала говорить о миграционной политике России, поскольку ее нет. А вообще вот то, что дети не должны учиться вместе, это абсолютно неправильное положение и абсолютно противоречащее тому, что происходит сейчас во всем мире. Потому что мир становится все более узким, мы маленьким, планета наша вообще совсем невелика. Связи очень тесные, очень быстрой скорости передвижения, единое информационное пространство, стирание границ. То есть мы же видим, в каком направлении развивается человечество. Нельзя действовать против этих законов. Смотрите далее в нашей программе. Офис Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовал отчет о ситуации в Синьцзяне. Действия Китая в отношении уйгуров, казахов и других этнических группах характеризованы как возможные преступления против человечности. Тем временем Китай проводит экспансию в Центральной Азии. Расскажем о растущем влиянии Пекина на местные СМИ. Китае, по крайней мере, важно в тех болезненных вопросах построить более позитивное или даже нейтральное восприятие. Итак, в США приветствовали доклад уже бывшего Верховного комиссара ООН по правам человека Мишеля Бочелет по ситуации в Синьцзяне. Этот отчет характеризует действия Китая в отношении уйгуров, казахов и других этнических групп в регионе как возможное преступление против человечности. В опубликованном 1 сентября о заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкина сказано, что в этом докладе авторитетно описывается ужасающее отношение Китая к уйгурам и другим этническим меньшинствам. Этот отчет усиливает и подтверждает нашу серьезную озабоченность в связи с продолжающимся геноцидом и преступлениями против человечности, которые власти КНР совершают против уйгуров, преимущественно мусульмана, а также представителя других этнических и религиозных меньшинств Синьцзяне. 31 августа полномочий Мишель Бочелет на посту Верховного комиссара ООН по правам человека истекли. Буквально в последние часы своей работы она опубликовала доклад. В нем она подвергла Пекин жесткой критике за серьезные нарушения прав человека и возможные преступления против человечности в отношении уйгуров, казахов, кыргызов и других мусульманских меньшинств в лагерях в Синьцзяне. Бочелет призывает Китай предпринять незамедлительные шаги для освобождения всех задержанных, называет утверждение о дискриминации применения пыток в отношении задержанных заслуживающим доверия и заявляет, что ситуация требует безотлагательного международного внимания. В докладе указывается на проведение 40 серьезных интервью с бывшими заключенными и другими лицами, осведомленными об условиях содержания подстражи в лагерях Синьцзяне. Респонденты рассказали, что их усаживали на стулья тигры, в которых фиксируются руки и ноги, забивали электрическими дубинками, подолгу содержали в одиночных камерах и применяли другие виды пыток. Несколько женщин, опрошенных правозащитниками, сообщили о мерах принудительного контроля над рождаемостью, в частности, о принудительном размещении внутриматочных спиралей и возможной принудительной стерилизации женщин-уйгурок и казашек. Китай категорически отрицает какие-либо нарушения в Синьцзяне, называя лагеря центрами профессиональной подготовки, созданными ради борьбы с экстремизмом и терроризмом. Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на брифинге заявил, что доклад полностью незаконный и недействительный. Этот так называемый отчет был разработан и сфабрикован прежде всего США и некоторыми силами на Западе. Он полностью незаконен и недействителен. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сфабриковало этот отчет на основе заговоров иностранных антикитайских сил. Управление грубо нарушает свои обязательства и противоречит принципам универсальности, объективности, неизбирательности и неполитизации. По оценкам международных исследователей, правительств стран Запада Китая содержит под стражей в обширной системе лагерей в Синьцзяне более 1 миллиона уйгуров, этнических казахов, кыргызов и других групп населения. Официальный Пекин заявляет, что лагеря необходимы для борьбы с экстремизмом в регионе и отрицать любые нарушения прав человека. Ну а тем временем Китай усиливает влияние на средства массовой информации Кыргызстана. К такому выводу пришли исследователи Академии ОБСЕ. Согласно докладу, Китай через государственные медиа пытается распространять негативную риторику о Западе и формировать правильное, по версии официального Пекина, мнение о положении уйгуров в Синьцзяне. Рассказывает Камила Вальева. Доклад готовился в течение двух лет. За это время исследователи досконально изучили тактику Китая. Как он взаимодействует со СМИ и отдельными журналистами, какие темы проталкивает, а какие наоборот старается замалчивать. В ОБСЕ выяснили, репортеры, которые сотрудничали с китайской стороной, осознавали, что занимаются пропагандой. Однако их привлекали большие по местным меркам гонорары, говорится в исследовании. Журналисты в Кыргызстане очень умные, они прагматичны, они понимают, что это работа. Китай очень крупный донор. Если им это нужно, мы сделаем, это просто работа. Было удивительно это слышать и, знаете, тяжело. Они делают это не из большой любви к Китаю. И еще, несмотря на то, что журналисты понимали, что это пропаганда, они не пытались изучить другую правду о Китае. Согласно докладу, Китай в основном работает с государственными СМИ. Среди них Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызстана, информационное агентство Кабар, газеты «Слово Кыргызстана» и «Вечерний Бишкек». Журналистов этих изданий не раз возили в Китай для обмена опытом. Знакомством с культурой страны не только. Репортерам показывали и благополучную жизнь Синьдзяня. Вот что рассказывал автором исследования один из журналистов, побывавший там. Опросы проводились анонимно. До этого мы слышали, что в Синьдзяне мусульман угнетают, но мы увидели, как они живут на свободе и ведут спокойную жизнь. Жители деревни сказали нам, что благодарят китайское правительство. В каждом казахском доме на стене висит фотография Синьдзиньпина. Медиаэксперты говорят, что, как и любой другой крупный геополитический игрок, Китай пытается представить свою повестку в регионе. Однако специалисты сомневаются в эффективности такой тактики. Государственные СМИ хоть и популярны в Кыргызстане, однако никакого влияния на лидеров мнения и на общую повестку внутри страны не имеют. Это такая пустая трата денег, скажем. По исследованию я считаю, что работа не стратегическая, работа такая непродуманная и как будто бы не нацеленная на эффективность, а сделанная больше для какой-то галочки. То есть люди, в принципе, не изучают медиапривычки здесь людей, в принципе, не изучают, а как лучше влияет и так далее. Это проявление мягкой силы, утверждает политолог Эмиль Джураев. Раньше, по его словам, больше упор Китай делал на экономические и инфраструктурные проекты. Теперь же он все больше ассоциируется с лагерями перевоспитания в Синьцзяне, и с этим Пекину нужно что-то делать. Китай, по крайней мере, важно в тех болезненных вопросах, касательно, например, дела в Синьцзяне, касательно свобод и разных других гуманитарных, правовых аспектов общества Китая, по крайней мере, построить более позитивное или даже нейтральное восприятие. И для этого, наверное, и делается вся эта работа. Сейчас в Кыргызстане зарегистрировано пять китайских СМИ. Кроме того, Пекин заключает соглашение с местными медиакомпаниями, чтобы те производили контент о жизни в Китае, их технологиях, финансах и экономике. Камила Валиева, Саматал Жбаев, Настоящее время Азия, Бишкек, Кыргызстан. Кыргызстанцы в ближайшее время смогут познакомиться с археологическим памятником Средневековья. В 2010 году в древнем городище Красной Речкой были начаты раскопки буддийского храма 8-10 веков. Сегодня реставрационный проект на стадии завершения. И уже со следующей недели все желающие могут приехать и посмотреть на постройку с тысячелетней историей. Наша коллега Дарья Тимофеева уже побывала там. Сегодня от буддийского храма 8-10 века осталось лишь несколько стен. Обывателю глиняные развалины могут показаться малоинтересными. Истинная ценность становится понятна после экскурсии с археологом. Второй буддийский храм городище Красная Речка. Это единственный объект из сердца, а вся наша археология Средневековья – это средство. У нас нет каменных, у нас практически нет изжженного кирпича, ну за исключением, редким исключением. Она все из глины, она все плохо сохраняется. Так вот это вот единственный музеифицированный объект. Сейчас сложно представить прежнюю красоту монастыря. Стены и потолки были в росписи, у входа прихожан встречали скульптуры. А в одном из коридоров храма можно было разглядеть и даже притронуться к 12-метровой статуе Будды в Нирване. Фрагменты той самой статуи сейчас хранятся в Эрмитаже. Вот это вот все тело Будды. Он был выложен из кирпича, сверху обмазан глиной, и сформирована его одежда, сформированы его руки, голова. Вот здесь где-то и была рука, голова и ноги. Буддист не мог даже увидеть его целиком, всего, потому что стены не позволяли. Он мог увидеть только часть какую-то, лицо, руки, ноги. Но, наверное, прикоснуться к этому – это было уже приобретение святости какой-то. Существует несколько версий, откуда буддисты прибыли в Чуйскую долину. Чтобы сказать достоверно, из Китая, Индии или других стран нужны дополнительные исследования. Археологические раскопки в этой местности продолжаются уже более 150 лет. Каждый год сюда приезжают молодые ученые из разных стран и находят следы пребывания своих народов. Турки приезжали сюда со стороны Индии и со стороны Ирана. Турки были кочевым народом. У них была ассимиляция с некочевыми народами. После ассимиляции некоторые турки приняли буддизм. Градище Красная речка, через который проходил Великий Шелковый путь, включен во всемирное наследие ЮНЕСКО. Главная задача – не восстановить былое великолепие объектов, а сохранить археологический памятник. Основные реставрационные работы – это возведение защитных стен. Вход святилища в средние века, скорее всего, был закрыт для простых прихожан. По крайней мере, так предполагают археологи. Нынешнему поколению повезло куда больше. Каждый желающий сможет прийти и в прямом смысле прикоснуться к вековой истории. Реставрационный проект сейчас на стадии завершения. Уже на следующей неделе объект будет открыт для всех. Дарить Мафеева, Самата Лыжбаев. Настоящее время Азия. Кыргызстан. На этом все. Смотрите нас в соцсетях, в эфире своих местных телеканалов и в прямом эфире на канале «Настоящее время Азия» в Ютьюбе. Больше информации на нашем сайте currenttime.tv. Увидимся мы с вами уже в понедельник. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok И направляемся мы в историческое село Атсана, что на западе Грузии в регионе Гурия. Этот живописнейший край славится потрясающими пейзажами, реками, каньонами, водопадами, а главное добродушными и гостеприимными местными жителями. Вот это место особенно мифологически.